Эспантон образца 1797 года, бородовые знаки 1705, деньга новгородская 15 века. В общем 649 предметов было передано Ростовскому музею краеведения из Государственного исторического музея в послевоенные годы. А поскольку Государственный исторически отмечает в эти дни свое 150-летие, у нас открыта специальная выставка, где можно увидеть часть тех уникальных предметов. С открытием Государственного исторического музея была сформулирована и его общая концепция – служить наглядной историей главных эпох русского государства. И вот предметы, которые были переданы в Ростовский музей краеведения, полностью этому соответствуют, отражая историю России с 15 века до начала 20-го. Эспантон – офицерский образца 1797 года. С 30-х годов 18 века до 1807 года в русской армии было и такое оружие. Хотя, строго говоря, эспантон не столько боевой, сколько парадный и церемониальный. Он был знаком офицеров и унтер-офицеров на поле боя. Так солдатам было легче отличать, чьи выполнять приказы. Конкретно этот эспантон интересен тем, что здесь на клинке мы видим гравировку в виде герба Российской империи, двуглавый орел с коронами, с кипетром державы и ниже буквы ЛГПП, Лейвгвардии, Преображенский полк. То есть конкретно этот эспантон бытовал на вооружении самого привилегированного соединения русской армии Преображенского полка. Во время Великой Отечественной войны пострадали многие советские музеи. И для восстановления части экспонатов, утраченных или вывезенных из страны, приходил на помощь государственный исторический. Вот в числе этих музеев был и наш музей. И мы с благодарностью об этом вспоминаем. За послевоенные годы в течение четырех плановых передач мы получили более 600 предметов. И лишь небольшую часть, 80 с лишним предметов мы сегодня показываем и представляем. Это наш своеобразный такой профессиональный подарок нашим коллегам. Здесь можно пощупать взглядом редчайшие экспонаты. Сотрудники исторического музея подбирали предметы так, чтобы и не столичные музеи могли показать основные моменты русской истории. Мушкетоны говорят о конце 18-го, начале 19-го веков. Вот перед вами два мушкетона. Ну вот этот мушкетон, скажем так, он использовался регулярно в боях. Был так называемой рабочей лошадкой, да, у него есть небольшой декор в виде вот таких вот латунных заклепок на прикладе. Но он небольшой, очень скромный. А вот этот мушкетон, он, конечно, тоже боевой, он абсолютно пригоден к использованию. Но это было какое-то очень дорогое оружие. Таким владелец, скорее всего, гордился, показывая гостям дома уже в мирное время. Галина Белоусова, Тагир Фатахов, Перворостовский.